Слава Богу, мы в Думе Божьем, я хочу тебе сказать, что Дух Святой на этом месте, и Он пришел не спустыми руками, Он не всегда гладит нас по головке. Кого люблю, того обличаю, чтобы хромлище, не совратилось, а лучше справилось. Это очень важно. Это пророческое слово сегодня. Я очень благодарен вашему епископу. Мы здесь были на конференции. Бог много моему сердцу сказал. Мы думаем, что мы одиноки, одни. Но Бог говорит, что еще есть 7 тысяч. А где они? У Него есть. Поэтому хочу тебе сказать, ты не одинок. 7 тысяч человек, которые молятся за тебя, которые поддерживают тебя, которые параллельно идут к кристаллищам. Вы знаете, я в декабре, 18 декабря, лечу в коммунистическую страну, называться Лаос. Я был там в апреле. Я первый раз встречался со служителями. Они маленького роста. Но не любят Бога. Они говорят, слушай, мы давно хотели россиянин увидеть, который жил в Советском Союзе. И Бог развалил эту машину. Мы никогда не думали. И Бог дал свободу. Когда придет это время для нас? До сих пор нас коммунисты давят. У нас флаги коммунистические на каждом углу. Она не дает свободу. Нас не регистрируют. Это коммунистическая. И плюс буддистская страна. Что могу сказать? Ребята, я такой же человек, как и вы. С такого теста слеплен. Я вам скажу Слово от Господа. Бог говорит, я открою бамбуковые двери. Он откроет. Этим летом произошла трагедия. Затопила их водой. Плотина рухнула. Люди оказались под водой. Все поля погибли. Все, что они посели. Нет урожая. Животные погибли под водой. Сегодня эпидемия. Вода ушла. Плохие запахи. Люди ходят в масках. Сегодня сказал друг мой. Кто пойдет? Кто пойдет? И Бог находит нас славян. С больших семей. Которые не кичатся. Которые не строят из себя великих. Мы готовы идти. Поэтому я собираю средства. Собираю средства. Чтобы помочь им. Практическим Евангелем. Я был голоден. Вы накормили меня. Я был раздет. Вы надели меня. Это практическое Евангелие. И я очень благодарен вам. И я очень благодарен вам. И я очень благодарен вам. Что вы участвуете. Спасибо огромное. Буквально две минуты. Ролик. Что там произошло. И после мы выслушаем Слово от Господа. После этого мы услышим Слово от Господа. Это подпольные сцепья. Это лидеры. Мы были в Лаосе. Как я уже говорил. И вот что произошло. Это немножко старая информация. На самом деле тысячи погибло. Больше 60 деревень. Покрыла вода. Больше 8 тысяч осталось без жилья. Люди спасались на крышах. На деревьях. Они были просто на земле и на деревьях. Страны помогают им сейчас. Но вся помощь уходит в правительство. Но все поддержки просто идет в правительство. А говорим от коммунистической. И не помогать, к сожалению. И они не помогают своим людям. Вот так люди спасаются. Кто как может. Это как люди пытались избавиться. Как много, как они могли. Вода сносила все буквально. Вода сносила все буквально. Это наши братья и сестры. Поэтому в конце служители помолятся. И благосовят на меньшего раба Божего на это дело. И благосовят на меньшего брата Божего на это дело. Спасибо. Спасибо. Я хочу поделиться коротким словом. Я молился Господи о чем говорить. И я удивился. Здесь Юрий Попов был. Юрий Попов был в субботу. Он говорил в принципе то же слово. Я его получил. А сказать не было возможности. Спасибо, пастор. Сегодня буду об этом говорить. Итак, пауэрпоинт, пожалуйста. Моя проповедь будет очень проста. Это великий герой веры Илья. Он что-то сделал. Я бы хотел, чтобы мы действительно посмотрели на этого Божьего человека. Пожалуйста, операторы, пожалуйста. Итак, великий герой веры Илья Пророк. Почему о нем хочется говорить? Потому что Библия говорит. Илья был человек, подобный нам. Не про Моисея сказано это. Не про другого человека. Но только про Илью. Илья был подобный нам. И написано, он помолился. Закрыл небо. Взял ключи в карман. И ушел. И саре ищет Илью. Где Божий человек? Божий человек где? Почему? Потому что ключи. Были у Него. И Библия говорит. И Библия говорит. Через три года. И шесть месяцев. Вам напоминает это что-то дата? Сколько Иисус был со Своими учениками? И вы знаете, они из учеников. Перешли в апостолы. Послушай внимательно. Я верю. Что в этот вечер. Дух Святой. Проводит черту. И вот. Лимит. Твоего времени. Достаточно. Ты должен оставить младенчество. Оставить капризы свои. Бог хочет провести на новый уровень. И если ты это не сделаешь сегодня. Бог найдешь других людей. У нас нету много времени. Три года и шесть месяцев. И досыд. И больше нету. И поэтому Илья оказался великий герой. Чем мы можем быть похожи на него? Вы знаете, это написано. Илья был человек подобный. А мы, наоборот, хотим быть похожи на Илью, да? И что он сделал? Обрати особо на внимание. О нем было сказано. Вот я пошлю к вам Илью пророка. Перед наступлением дня Господнего. Великого и Страшного. И он обратит. Серца отцов к детям. И сердца детей к отцам. Чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Многие люди читали это повествование. И не знали, что великим пробуждением придет Илья. И не спрашивали Иисуса. Иисус. Но Тора говорит, что придет великий Илья. Где он? Где он? Иисус говорит, вы уже его проморгали. Проморгали. Как? А он пришел. Но он пришел через Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель. Вы знаете, он был в духе и в силе пророка Ильи. Мы сегодня ждем пробуждения. И мы говорим, Господь, ты обещал? Ты обещал пробуждение? Я вам хочу сказать слава имя Господа. Поднимите ваши глаза. Не только в эту страну. А немножко выше поднимите. Посмотрите на Китай. На Вьетнам. Там уже пробуждение идет. Там никогда китайцы не знали этого. Ну, пришло пробуждение. Люди спасаются. Они готовы умереть за Иисуса. Оно уже идет. Посмотри. Ты говоришь, что еще будет? Оно есть. Мы можем пропустить, оно пройдет мимо. Господи, поменяй мой менталитет. Я думаю, пробуждение придет так. Выйдет пророк. Поднимет руки. Призовет имя Господня. А Бог говорит, я не копировальная машина. Все творю все новое. Иди в это озеро. Так оно грязное. Там утки плавают. И что-то за утками еще плывет. Грязное. Неважно. И слава Богу за слух. Который большой разгрыбли. Все. И Он окунулся и стал великим. И меня часто задевало. Почему Иисус сказал? Много было прокаженных. Но только один. Неман получил. Не понял, Господь. И десять прокаженных было. И другие. А я вам скажу. Люди получали исцеление. Но не рождение свыше. А этот человек Неман. Он получил по-английски born again. Рождение свыше. Поэтому Он сказал, послушай. Я только возьму земли святой. Сколько везу два осла. И я обещаю тебе. Отныне. Я буду служить Богу Израилю. Послушайте. Круто поменялось. Не только исцеление. Но исцеление души. Много было вдов. В одни Ильи. Но только одна вдова. Подожди, как, как, Господь? Ты же помогал и вдове в Сарепте. С Саритской вот этой. Другим. Послушай, мать. Эта вдова. Она увидела пророка Божьего. Ты пришел. Напомнить мне мои. Грехи. Она не была кристально чиста. Но она приняла Бога Израилева. Познаю! Что тебя Бог послал! Она родилась свыше. Поэтому, Господи, слушайте. У вас проходят чуча и знамения. А вы даже не видите. Послушайте. Я верю. Что Иоанн Креситель. О нем было сказано очень важные слова. Услышьте меня. Перед великим пробуждением. Бог будет посылать своих реформаторов. Мот, они не будут выглядеть так, как мы. Интеллигентные. Мы не обретые. Илия была немножко другая. Иоанн Креситель тоже был немножко странный. Но, вы знаете, они принесли нечто. И вот это самое главное откровение хочу тебе сказать. Было сказано об Иоанне Кресителе и многих из сынов Израиля. Он, подобно как Иоанн Креситель, как Иоанн Иоанн обратит Господу Богу их и придет перед Господом во духе и силе Иоанн ту же самую работу, которую делал Илья. Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам и самое главное услышь меня сердцем. Самое главное где мы ему разуму не постижим это откровение и непокорным Бог даст образ мыслей праведников, чтобы представить народ Господу приготовленный. Послушайте, Бог приготовит свой народ. Каким образом мы сегодня живем в то время, когда наркотики, когда разврат, когда такие грехи гнусные захлебнули буквально нас. И мы подобно этому пророку Исаии говорим, и Господи, может ли наши дети, наши внуки, может ли эта добыча быть от этой и спасти сильного? Может ли быть возвращены наши дети, дочери, внуки угненные в плен у дьявола? И по-человеческому нет. Но послушай, что Библия говорит. Да. Так говорит Господь. Что меня утешает? Не люди говорят, не врачи говорят, не психологи говорят, но так говорит Господь. И Он говорит, слушай, я знаю намерение тебе, и они во благо, а не на зло, дабы дать тебе послушать, твоей семье дать и будущность, и надежду, и будущность, и надежду. Это Бог говорит, как они я говорю, не Олежка переводчица. Так Господь говорит, А воочию, Он сильный, чтобы спасать. И Он говорит, послушай, я заберу добычу и спаси тирана. Я вытащу сыновей, дочери твоей. Господи, как? И Бог говорит, слушай, у меня есть нечто. Я последнюю благодать. Я это вину на последние дни. И написано, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего к Богу. Послушай внимательно. У Бога есть свет. У Бога есть свет. И я вспоминаю, когда крутой Савл шел в Дамаск, и вдруг свет оценил его. И он упал. Говорит, кто ты? Я знаю Бога Израиля. Я знаю Бога Ягова. Я знаю Бога Савофа. Кто ты? Я Иисус. Этот свет изменил его. И вместо Савла он стал Павел. У Бога есть свет. Этот свет однажды насиял на Самарянку. Она начинает его грузить религия. А где нам поклоняться? Здесь или здесь? Иисус не стал время тратить. Позови своего мужа. Call your husband. I'm single. У меня нет мужа. I'm single. I don't have a husband. Ты правильно говоришь. И вдруг свет. И у тебя было пять. И который сейчас в окушку смотрит. И тебе говорит, я тебе овосты, как куплю. Ты же самое хорошее. Да врет он тебе. Да врет он тебе. Не муж он тебе. Послушайте меня. Свет. Просвещает ему. Просвещает ему. Свет Божий. Просвещает. И она побежала. Люди, люди. Не он ли Мессия. Он сказал мне все. Нафанаил. Иисус с ним встретился. Иисус с ним встретился. Он был тот же самым возрастом. Когда Ирод устреблял всех младенцев. Предание говорит. Что Нафанаил был там. Натханаил был там. Его родители взяли. Божий Авраама и Сакаякова. И ты спасешь этого сына. Мы его посвятим тебе. Он будет Нафанаил. Посвященный Богу. Без всякого лукавства. Без всякого лукавства. И они его положили под самоковницу. И приближали воины. Всех побили младенцев. Soldiers came. They killed all the babies. But he was there. И когда закончили свою мясорубку. And when they finished this grinding. Они ушли. They left. The parents took him out. And they were hiding him in the house. They were afraid. They did not want anyone to know. Но когда он подрос. When he grew up. They said son. Under this tree. Бог Авраама и Сакаякова. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Он спас тебя. He saved you. He saved you. Родители умерли. Эту тайну никто не знал. Нафанаил боялся кому-либо сказать. Не дай Бог. Застучат и сдадут его. Свет, который просвещает человека. Не освещает. А просвещает. Говорит его настоящее будущее. Нафанаил. Натаниэль. А откуда ты меня знаешь? Как ты знаешь меня? Вот человек. В котором нет лукавства. А откуда ты меня знаешь? Как ты знаешь меня? Так меня называли только родители. Никто больше. А я тебе больше скажу. Когда солдат убивали младенца. Когда солдаты убивали младенца. Я видел тебя под смоковницей. Рука Господа Сауфа сохранила тебя. Он упадет вниз. Господь и Бог мой. Господь и Бог мой. Никто не знал этой ситуации. Господь просвещает. Ты скажешь. А как в моей ситуации? А теперь послушай внимательно. Бог говорит. Я непокорным. В одно мгновение. Дам образ смысле праведников. На Вахаданусарь. Крутой царь. Вы знаете, который сказал. Моя рука это сделала. Вдруг голос с неба. Ныне. Отлучен. От общества людей. От общества людей. Он превращается. В животного. Вырастает клыки. Когти, ногти. Шест покрывается. Не хамбурги кушает. А траву. И пошел. В живот его превратился. В отверстиях сказали. Слава тебе, Господи. Избавились от конец. Послушай внимательно. Его списали. Но у меня сосели крутые. Вааа. Но послушай внимательно. Я тебе говорю пророческое слово сегодня. Бог говорит. Неважно, как ты низко упал. Всякий. Кто призовет имя Господне. Спасется. И обратив внимание написано. Доколе познаешь. Доколе придешь в себя. Этого человека списали. Но Бог в одно мгновение. Дает ему образ мысли праведников. Никакой реабилитации. Приходит во дворец. Помытый, побритый. Здраво умея. Хватит играть в церковь. Новым восстановлением. Кто не поклонится Богу. Богу с чьему? Послушайте. Реформация пришла. Через низко упадшего человека. Да бесполезно на таз и этому человеку читать. Разум отключен. Психушка только мажет ему. Hello, welcome. Но Бог дает ему образ мысли праведников. Послушай внимательно. Христос сказал притчу. О блудном сыне. Который взял именю отца. И пошел в страну. И расточил. Живя распутно. Ей пил, веселился. И пропил не только одежду. Но и ум. Я видел людей. Мы встречаем хамалес пипл. Мы работаем с бездомными. Они помыты, побрыты. Они хорошо живут. Но этот молодой человек опустился ниже плинтуса. Со свиньями. Порк. Вместе с ними был. Hello. How are you doing? Совсем. Ну, извините, но психушка за ним плачет. Ну, со свиньей. Ну, ладно. Ну, с людьми. Ну, овчарку там поговорить. Эй, Джулька, сидеть, бойся. Это нормально. I understand. Ну, со свиньями. But to be with pigs. Ум уже все на пределе. И мы бы сказали, такого человека не возьмут ни тюрьма, ни психушка. Мы поставили бы на нем крест. Но послушай Слово от Господа. Господь говорит, перед великим пробуждением я пошлю новую стратегию. Я послушаю свежий помазание. Я пошлю свою силу неба. И мои рабы и рабыни. Они будут делать то, что написано. Вы знаете, что будет? Непокорным. Непокорному сыну. Непокорной дочери. В одном новей Бог даст образ. Мыслях праведников. Пришел в себя. Послушайте, пришел в себя. Схватит. Встану. Пойду к отцу. И я слушаю, какая мотивация чистая. Отец. Я согрешил против Тебя. Против неба. Я не достоин называться Сыном Твоем. And I'm not worthy to be called a son. He's not saying, oh, hey, dad. No. Образ мыслей праведников. Он уважает отца. He went from the father. Он уважает мать. Он пришел в себя. Послушай внимательно. Я верю в это пророческое слово. Бог говорит. В последние дни. Подобно, как Илья. Вы знаете, подобно, как Иоанн Креститель. В духе Ильи. И я верю, что церковь поднимется в духе. В пророческом духе. В помазании Святого Духа. И просто скажешь, во имя Иисуса. И вдруг, тут списан наркоман. Та развратная женщина. Которую списали. Которую превратились в порк. Вот эта Библия, что-то с меня возвращается. И вдруг, в одно мгновение, Бог берет твою молитву, мама. Бог берет твою молитву, Папа. Служители, Бог берет твою молитву. И те, которые отступники, в одно мгновение, пришел в себя. Это Навагадоносор. Это блудный сын. Это многие другие. Приходили в себя. Послушай внимательно. Я верю в это пробуждение. Я жду его. Я жду такое пробуждение. И поэтому хочу тебя ободрить. Твоя дочь, твой сын, в лучшем состоянии. Нежели Навагадоносор, и этот блудный сын. И Бог говорит, неважно. Я дам. В одно мгновение. Я дам образ. Я дам мыслей праведников. Пришел в себя. Пришел в себя. Я сейчас хочу. Помолиться. Помолиться Господу. Я сегодня обращаюсь к тем людям, которые потеряли веру. Потеряли надежду. Но ты же, Господь, ты сегодня устами человека говоришь мне. Не бойся. Бог на твоей стороне. Я имею доброе намерение к тебе. Это намерение во благо. Слушай, это будет во благо твоей семье. Твой сын, твоя дочка, придет в себя. Добыча будет отнята. Добыча будет отнята. Ибо так Господь говорит. Так Господь говорит. А воочи. Я чувствую присутствие с полноцене здесь, Божьем. А воочи. Сегодня Дух сегодня кого-то хочет обдрить. Не бойся я с тобой. Мы с тобой будем молиться. Я никого не вызываю. Но если ты устал, если ты проходишь гордину уничижения, и тебе так тяжело, а Господь не знаю, молиться друг за друга, чтобы исцелиться. У вас хорошая, прекрасная пастырская команда. Это прекрасная духовная цель. И самое главное, Дух Святой здесь сегодня. И что вы обдрите меня и сказали, не бойся. Бог работает. Еще немножко. И грядущий придет в твою семью и сделает невозможным, возможным. А воочи. А воочи. Давайте поднимемся. Поднимемся в молитве. Если кто-то нуждается в молитве, можете пройти наперед и служители помолятся. Господь, мы благодарим тебя за прекрасную привилегу быть в Думе Божьем. Сегодня ты Дух Бога говоришь нам. И мы верим в твою силу, в твою помазание. И я верю, что сегодня, Господь, ты говоришь нам и ободряешь нас, что добыто будет взято и спаси тирана. И ты восстановишь сыновей, и дочерей восстановишь. И упадщик, и отпадщик, они возвращаются в очи дом. Аллилуйя тебе, слава тебе. Мы верим в твою благодать. Holy Spirit. и до сих пор, и до сих пор.